Ивангелие от Матфея 17 глава сегодня читали, как Господь исцелил Бесноватого. А ученики не могли исцелить. Почему, говорит? А род сей изгоняется постом и молитвой. Если бы вы, говорит, имели веру с горчичное зерно, то сказали бы, горея сей, двигнись. «Поднимись и вернись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам Его. Будет Ему, что не скажет. Потому, говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Ивангелие от Марка 11 глава. В Ивангелие от Марка призыв Иисуса Христа к вере следует после изумления апостола Петра, которую он выразил, когда увидел засовшую смоковницу, раннюю проклятую Господом. У венгелиста Матфея и Луки есть похожие высказывания о вере, но со своими особенностями. Так в Ивангелии от Матфея описывается ситуация, когда ученики Христовы не смогли исценить одного отрока от беснования. Это бессилие привело их в смятение. «Господь ответил им, что их бессилие исцелить связано с неверием. По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, что если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Ивангелия от Матфея, 17 глава. В описаниях Евангелиста Луки мы читаем, что апостолы просят Христа умножить в них веру. Иисус отвергает их желание словами сравнения веры с горчичным зерном. И вместо горы используется образ смоковницы. «Если бы вы имели веру в зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, и сторнись, и пересадись в море, то она послушалась бы вас». Ивангелия от Луки, 17 глава. Все три сюжета, хотя имеют отличия, говорят об одном – о вере, о силе молитвы в вере. Евангелисты дополняют друг друга, передавая одни и те же мысли о том, что верующим и все возможно прямо, а не образно, часто говорится в Евангелии от Иоанна. Например, «Если прибудете во мне, и слова мои у вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Ивангелия от Иоанна, 15 и 16 глава. Рассмотрим каждый из образов, приведенных выше цитат. Образное выражение о передвижении гор встречается уже в Ветхом Завете, и в современном Христу иудаизме характеризует могущество Божие. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, «Прямыми сделайте степи стези Богу нашему, всякий долг да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господни изрекли это». Пророка Исаия, 40 глава. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не оступит от Тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий Тебя Господь». Исаия, Пророка, 54 глава. «Верующий потому может совершать невозможное, что через веру это совершает Бог, но сам верующий в себе имеет силу, но ему необходимо молиться, чтобы Бог явил свою силу. Так как для Бога нет ничего невозможного, то при неограниченном верении верующего Богу в нем проявляется сила Божия. Именно потому, что ученики Христовы хотели своей собственной силой исслить бесноватого отрока, они не смогли этого сделать». В Ангелии от Марка сразу после слов о молитве в вере идет речь о прощении. В период гонения у христиан могли возникнуть мысль употребить силу веры против своих преследователей. «Указанием на прощение отсекаются подобные мысли, когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш небесный простил вам согрешения ваши». Евангелие от Марка, 11 глава. Блаженный Иероним Стридонский и Феофилак Болгарский в своих толкованиях на Евангелие от Матфея под образом горы понимает демоническую силу, которую приходилось христианам изгонять. Блаженный Иероним Стридонский ссылается на книгу пророка Захария, 4 главы, где гора сравнивается с дьяволом, который губит всю землю. Особенность в образах смоковницы или по другим переводам шелковицы, тутового дерева состоит в том, что она имеет очень прочные корни. Поэтому образ смоковницы использовался в поговорке, чтобы подчеркнуть невозможность что-либо сделать, подобно трудности выкорчевывания корней смоковницы. Господь сравнивает веру с горчичным зерном. Горчичное зерно есть и малое по размеру, но содержит все необходимое для жизни и роста принесения плодов. Данное сравнение не является осуждением малости веры, но показывает соотношение чудо и веры передвижения горы или исторжения смоковницы с одной стороны и едва видимая вера с другой по отношению к тому, какой плод дает вера. Ее можно назвать малой. Речь не идет о том, что малой веры уже достаточно, но что вера целостна. Она не может быть малой или большой. Она может только либо наличествовать и тогда приносит плод, либо отсутствовать. Когда в Библии говорится о горчичном зерне, то всегда указывается на его плодовитость. Царство Божие также сравнивается Господом с горчичным семенем. Ивангелие, Матфея, 13 глава. Вера Божия, которая призывает Иисус, живая и действующая, плодовитая вера. Только благотворная вера может быть плодовитой, потому что верующий целиком предает себя Богу. Вера охватывает все человеческое существо, а не просто является особым видом человеческого поведения. Она не зависит от личной праведности, исполнения правил, но от всецелого в верение себя Богу. Поэтому веру невозможно умножить, как этого хотели ученики. Если вера есть, то она цельная. И может передвигать горы. То есть для нее нет ничего невозможного. Сомнение подвергается Господом как несовместимое с верой. Когда есть сомнение, тогда нет веры. Следует отмечить, что слова Господа о силе веры не только ставят перед христианами вопрос, имеем ли мы на самом деле веру Божию, но и являются ободряющими для христиан. Господь указывает путь, которым христиане приглашаются идти. Царство Божие не зарабатывается, приглашаются идти. Царство Божие не зарабатывается, подобно карьере. Оно подобно любви, наполнено доверием, радостью, совместного существования и гармонии. Сердце может быть закрыто для любви и для веры при соблюдении лишь правил, закона дел, благочестия. Когда же сердце открыто для Бога, то верующему ясно, как поступать, ибо им движет любовь. Сила веры. Вера, как дар Божий, освобождает человека от сосредоточения на собственных возможностях или ограниченностях. Она позволяет верующим смотреть на себя, смотреть не на себя, а на Бога. Не человек благодаря своей вере удерживается за Бога, но Бог держит людей через веру. Сила веры состоит во всём большем познании могущества Божия, а не собственных сил верующего. Когда в Евангелии Теана говорится об исполнении просимого, то речь идёт о действии Духа. Исполнение молитвы – живая сила Духа, которая охватывает человека и связывает с Богом. У апостола Павла также говорится о действии Духа в молитве. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чём молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Послание к Кремлинам, 8 глава. Святитель Иоанн Златоуст так пишет о силе веры. Не тот верующий, кто верит всему, но кто верит в Богу, тот только и есть и называется верующим. Вера просвещает всё, вера освещает всё, вера делает человека достойным Духа Святаго. Стефан, говорится в Писании, был исполненным верой и силой Духа. Деяние 6 глава. Если бы прежде не воссияла вера, то не последовала бы и сила в этом Святом Муже. Где вера, там и сила, а где неверие, там немощь. Вера – начало благ. Вера – источник благ. Аминь. Наступающие седьмидцы в субботу у нас... Аминь.